Мировая сенсация в прямом эфире. О сербской ясновидище Верице Абренович ходят легенды. Говорят, что ее дар сильнее Ванги. Ее предсказания долгие годы были под грифом «совершенно секретны». Ведь она работала на высшее политическое руководство страны. Но сегодня вы узнаете, о чем весь мир предупреждала сербская ясновидище. Все предсказания сербской Ванги Верице Абренович записывались на видеопленку, которая хранилась в специальном секретном архиве. В распоряжении нашей редакции оказались эти уникальные пророческие видео. И посмотрите, как точно она предсказала события, которые уже произошли. Крым мирно выйдет из состава Украины и будет под контролем России. Президент Российской Федерации подписывает федеральный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Американцы выведут войска из Афганистана и Ирака. Там я вижу российское вооружение, и столкновения прекратятся. Сегодня из международного аэропорта имени Хамида Корзаев в Кабуле вылетел последний самолет ВВС США. Завершилась самая продолжительная война в истории Америки. Об окончании миссии объявило Центральное командование Вооруженных сил этой страны. Появится еще один новый смертельный вирус, который будет поражать кровяную систему. Произойдет утечка вируса из лаборатории. Он будет страшнее лейкемии, а русские сделают лекарства против него. В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она формирует устойчивый иммунитет. Об этом на совещании с членами правительства сообщил президент Владимир Путин. Доступ к сербской ванге. Ее предсказаниям из-за высокой секретности имело только несколько человек. К ней был представлен личный видеограф, который занимался всеми съемками и следил за архивом. Сегодня он прилетел из Сербии на программу вместе с этими секретными видеоматериалами. Встречаем Александр Митрович. Вы последний, кто общался и видел провидицу Верицу Абренович. Скажите, почему именно вас она выбрала в свои ученики? Я был ее друг, друг ее семьи и ее мужа. Почему ее видеопредсказания так тщательно скрывались и были под грифом «совершенно секретно»? Потому что она сотрудничала с генштабом Югославии с так называемой группой 69. Все, что она предсказывала, абсолютно все сбылось. Если бы это было обнародовано раньше, эти предсказания могли бы спасти множество жизней. Даже если мы знаем будущее, редко мы можем что-то изменить. Вы приехали на программу с этим секретным видеоархивом. Вы его предоставили нашей редакции. И вот, что мы там обнаружили незадолго до страшных событий в Японии и Китае. Верица Абренович точно предсказала, что произойдет в этих странах. Внимание. Бразилию ждут наводнения. Они повредят плантации кофе. Вьетнам ждут страшные дожди. Что касается Японии, я вижу цунами. Там случится авария на их электростанции. И людей подвергнут излучению. Я вижу, что уже давно есть проблемы внутри станции, которые они пытаются решить, но не могут. В Китае произойдет большая катастрофа. Погибнет много людей. Будет объявлен траур. Он продлится три дня. Удивительно, ведь действительно, в 2011 году страшная катастрофа на атомной электростанции Фукусима-1. А в 2008 году в Китае объявлен трехдневный траур после чудовищного землетрясения. Тогда погибли десятки тысяч человек. Самое важное, что она говорила о природных катаклизмах, это супервулкан-парк Йеллоустон в США. Веритца говорила, что этот супервулкан в будущем заработает, активируется. И будет извержение этого вулкана. Может привести к целому ряду землетрясений и нуклеарным ядерным выросам. То есть, если этот вулкан будет извергаться, то просто вся Америка будет в руинах. После извержения она говорила, что будет несколько дней. Тьма во всем мире. Из-за извержения магмы не будет видно солнце. Глобально наступит похолодание. Это значит, что будет еще один небольшой ледниковый период. И вы говорите, что процесс уже начался. Почему именно сейчас вы осмелились опубликовать ее предсказания и передать нам весь секретный архив? Люди должны знать, что их ждет в будущем. Веритца, по вашим словам, сотрудничала с военными? Она сотрудничала с Генштабом. И, надо сказать, Генштаб тоже основал свои планы и стратегии на основании ее пророчеств. Она говорила о возможности покушения на президента Милошевича. И точно описала, как, где будет это покушение. Она точно называла, где находится желтый дом, где на продажу извлекали органы у сербов. Также она говорила о войне в Югославии. И она говорила, что это будет моделью той же войны, которая развернется в угрозу России. И то же самое происходит сейчас. Она говорила об Украине по такому же сценарию. Хочу показать вам, как она точно смогла предсказать события в России и на Украине. Внимание! Россия является самой могущественной страной в мире. У нее есть оружие, которого нет даже у американцев. Оно вызывает в них страх. Крым мирно выйдет из состава Украины и будет под контролем России. По вопросу Украины и России я вижу, что последуют военные действия, которым Россия должна быть готова. Украина войдет в состав России. Я вижу, народ воодушевленно их встречает, размахивает русскими и украинскими флагами. Значит, Украина будет под контролем России? Верно. Под контролем России. Постепенно и Белоруссия станет ближе. Конфликт России и Украины неизбежен. Он будет развиваться. Украинцы проиграют войну, и многие люди будут уезжать в Россию или на Запад, чтобы не участвовать в столкновениях с Россией, которые произойдут. Россия выйдет из войны победителем, потому что оружие, которым обладает Россия, не имеет никто в мире, даже китайцы. Нет аналогов. Россия станет единственной державой в мире. Перед ней преклонятся все страны. Ну, как мы сейчас знаем, эти слова оказались пророческими. А как дальше будет развиваться конфликт на Украине? Что говорила Вериться? Что касается Украины, Вериться говорила. Еще в начале этого конфликта она говорила, что Янукович сбежит из Украины в Россию. Она говорила об американском финансировании неонацистов в Украине. Когда мы говорим о будущем Украины, она видела самолеты над Киевом и освобождение Киева от неонацистов. Дальнейшее развитие ситуации будет следующее. Все больше стран будет вовлекаться в этот конфликт. Она даже видела конфликт между американцами и русскими на Черном море. Но Вериться видела, что этот конфликт мирно не может разрешиться. Она говорила, что Россия является надеждой всего мира. Поэтому от России, от сил России, сможет ли она выдержать этот удар глобальных сил на Россию? Все глобалисты стоят за Украину. Все финансируют Украину, чтобы подвести под удар Россию. От сил России Вериться видела, что сам Бог поддерживает Россию. И эта битва не только битва России. Это главная решающая битва всего мира. Поэтому в Украине, на Украине сейчас решается судьба всего мира. Но Вериться видела не только политические события, она предсказывала и природные катаклизмы. Будут пожары в Калифорнии. Это на одном берегу Америки. На другом будут наводнения, волны, ветер разной силы, до урагана. Вижу большие волны. Качаются пальмы, разрушаются дома. Что будет с США и Канадой? Будет наводнение. Будет ли уничтожена часть Америки и Канады? Да, будет невиданное ранее наводнение, землетрясения. Они будут по целой Америке. В каждом отдельном штате будет такое. Будут взрывы и пожары. Много пострадавших. Некоторые города будут стерты с лица земли. И даже штаты. Конечно, поразительно, потому что спустя три года страшные пожары уничтожили. Город в Калифорнии, Гринвилл, со 150-летней историей. Вот страшные пожары будут вновь. Да, она видела разные природные катастрофы в мире и говорила об этом. От падения самолетов до землетрясений и самых больших катастроф, которые нас ждет, и свержение супервулкана Йеллоустон. А если она видела падение самолетов, о которых вы говорите, ведь если бы она об этом предупредила, этой катастрофы можно было бы избежать и были спасены сотни человеческих жизней? Она говорила об этом, но люди не слушают. Александр, многие астрологи, нумерологи говорят о предстоящих проблемах с водой. А вот что об этом говорила сербская ванга? Будет отравлена вода, отравлена вся еда. И она говорила, что тогда люди будут уходить из городов, из городов-деревни, и они выживут. Она даже видела, что в этот момент в России родится великий подвижник, который спасет мир от этого кризиса. До вас в нашей студии известный астролог Тамара Глоба, и она говорила о будущих проблемах с воздухом. А что об этом рассказывала Веритца? Веритца говорила о том, что Запад специально загрязняет воздух. Это так называемое химическое загрязнение. И говорила, что идти этого загрязнения, закислить почву так, чтобы ни одно естественное семя не могло взойти на этой почве. То есть это фактически стерилизованные семена. То, что говорил Киссинджер, кто владеет нефтью, владеет странами, а тот, кто контролирует питание, контролирует народа. И вот это цель. Раз уж вы заговорили про нефть, то я хочу вам показать предсказания сербской ванги о будущем, и они уже начали сбываться. Центром мира будет Китай, Индия и Россия. Они будут принимать важные решения для всего мира. А где будет Америка в этом списке? Америка? С экономикой будет все плохо. В прошлый раз мы говорили о цене на нефть. Сейчас мы видим, что цена барреля перевалила за 80 долларов. Она может подскочить еще из-за политики. Цены на нефть начнут падать. Доллар потеряет статус мировой валюты. Он потеряет свою цену благодаря политике Китая и России. А рубль окрепнет. После холодной зимы, пожаров, наводнений, извержения вулкана, они будут заняты собственными бедами, будут помогать народу. Поэтому уменьшится вмешательство в жизни и политику других стран. Америка перестанет быть угрозой миру. Перестанет вести войны. Она перестанет быть доминирующей силой. А я хочу к нашему разговору пригласить известного российского астролога Татьяну Борщ, которая консультирует политическую элиту и многих знаменитостей. Встречаем. Сегодня мы показываем секретный архив Вери Цабренович. До вашего выхода мы говорили о судьбах мира. Вот вы что видите? И что у вас в руках? Вы знаете, у меня в руках гороскопы стран, с которыми я работаю достаточно часто. Естественно, это не все гороскопы. В первую очередь, конечно, карта Российской Федерации. Прежде чем мы будем говорить о России, вот Вери Цабренович, которую называли сербской вангой, она сделала предсказание о судьбе Евросоюза. Я хочу, чтобы вы это увидели. Что будет с Евросоюзом? Будет сформирован новый Евросоюз. Сербия войдет в новый Евросоюз. Но туда не войдут много бывших стран-участниц. Например, за бортом останется Хорватия, которая тормозит нас. А также Словения. В этих странах наступит серьезный экономический кризис. Еду буду покупать кредит. Что случится с альянсом НАТО? Большинство стран НАТО, которые входят в НАТО сейчас, выйдут из альянса. НАТО будет только в Америке. Некоторые страны и сами будут приглашать Россию установить военные базы на своей территории. Например, Чехия и Польша, а также Словакия захотят, чтобы в их стране находились российские базы. Татьяна, а каким вы видите будущее Евросоюза? Вы знаете, я абсолютно согласна. Я могу даже указать годы, когда это начнет происходить. Дело в том, что как только будет выиграна специальная военная операция, когда победит Россия, это непременно произойдет. И на мой взгляд, если взять карту России, это будет конец 2025-го, начало 2026-го года. То есть здесь можно говорить о специальной военной операции, можно говорить о нескольких фазах. Сейчас позиции планет на начало специальной военной операции, они были ровно такие же, как это было во времена Второй мировой войны. И ситуация повторяется практически идентично. Первая фаза этой операции, первый год операции для нашей страны был не очень удачен. Возможно, мы не были готовы, как это и было во времена Второй мировой войны. Но дело в том, что сейчас, я думаю, идет вторая фаза, когда Россия собирается. Россия не идет вперед мощно, как хотелось бы, да, но она занимает очень твердые устойчивые позиции. И не стоит забывать о том, что очень многие территории Луганской и Донецкой Народной Республики, они вошли в состав России. И вот это... Более того, я знаю, что вы там часто бываете. Да, я там бываю достаточно часто. Я, помимо того, что я астролог и режиссер-документалист, я, кстати, была у вас в Сербии и снимала как раз вот этот репортаж о Желтом доме. Вот. И я снимала, у меня последний фильм как раз о Черной Трансплотологии на Украине. И там есть целый блог, посвященный Сербии. Третья фаза, вот смотрите, сейчас идет вторая фаза. Вот, сейчас мы очень скоро от обороны мы перейдем к наступлению. И к маю месяцу 2024 года, то есть согласно карте России, в нашу страну войдут еще несколько регионов. Вхождение вот этих регионов в состав России, оно будет менее, может быть, болезненным, чем это было с Мариуполем, Рубежным, другими регионами. Вот. Но регионы обязательно войдут. Я думаю, что войдет Херсон весь к маю следующего года. Вот. И какие-то другие города. Да. Осенью этого года наступит такой период, который бы я назвала таким промежуточным периодом. Сейчас, мы об этом можем не знать, но как бы начинаются движения в сторону переговоров, понимаете? Но эти движения, и эти движения станут очень явными, ясными осенью. Но, понимаете, эти переговоры ни к чему не приведут. Абсолютно ни к чему. Вот. И новая фаза начнется, и такая очень болезненная, на самом деле, фаза начнется со следующего года. Это будет тогда, когда Юпитер поменяет свою позицию. Мне кажется, это будет конец мая-июнь. Вот. И чем ближе будет к осени, к зиме 2024 года, тем сложнее будет ситуация. Вот. Но эта фаза ожидается, что она может быть и последней. То есть, окончательный период завершения, мне кажется, это вот вторая половина 2025 года и начала 2026 года. Завершение конфликта на Украине. Да, это завершение конфликта на Украине. Да, на Украине. Но это не завершение конфликта с Западом. Если говорить, допустим, о санкциях, если говорить о санкциях, то их сразу не снимут. Вот. Какие-то страны, они, безусловно, из-за собственных проблем могут снять санкции с России, а какие-то нет. Но противостояние с Америкой продолжаться будет. Хотя после 2025 года, после победы нашей страны, Америка перестанет быть гегемоном. Это станет ясно всем. И, естественно, ее влияние на Европу очень сильно ослабеет. И очень многие страны начнут выходить из нации. Евросоюза в таком виде, в котором мы видим сейчас, его не будет. А вот... Вериться просто... Вы повторяете слова, потому что Вериться как раз и говорила, что НАТО распадется, и там будет только одна Америка. Да, вот. Я не знаю, какие страны... Но НАТО в таком виде, в котором... Я не могу сказать, что там будет одна Америка. На самом деле, если брать вот теперешнюю ситуацию, движущая сила НАТО, это и есть Америка, на самом деле. Да, вот. Но, как бы, я так вижу, что очень многие страны откажутся от участия. Потому что, во-первых, Америка потеряет свои позиции, раз. Во-вторых, вторая причина, экономические проблемы, которые возникнут в Европе, заставят очень многие страны отказаться от участия в безумных авантюрах НАТОвских. Да. В этом плане, если взять гороскопы многих стран, конечно, очень серьезные проблемы могут быть в первую очередь у Германии и во Франции. Я допускаю то, что, понимаете, нам не нужно будет очень сильно бороться с этими странами, потому что они, ну вот, их агрессия и живет себя сама. Потому что настолько будут сильны внутренние противоречия вот там, в этих странах, что, понимаете, им будет уже честно не до нас просто. А, ну, во-первых, что такое эра? Эра — это огромный период, это 2160 лет. Это огромный период астрологический, вот. И переход из одной эры в другую не бывает в один день, он не бывает в один год. Я бы сказала, что все наше последнее столетие с организацией, с образованием Советского Союза — это начало перехода. Это Советский Союз — это первое государство, которое было построено на лозунгах. Мы сами. Свобода, равенство, братство. Свобода, равенство, братство — это будут лозунги эпохи Водолея, в которые мы вступаем. А вот переломный период, в котором мы находимся, он всегда очень болезненный. Это так, это всегда бывает так. Потому что никто не собирается сдавать свои позиции, особенно экономические позиции, без боя. Ни одна страна. Очередной передел мира и все. Понимаете? То есть вот этот переход как раз из одной эры в другую. Татьяна, я вас прерву на секундочку. Александр, а Вереца что говорила про переход из одной эры в другую? Она видела распад Евросоюза, распад НАТО, разделение Германии. Она видела и битежи, которые идут во Франции. Но что самое главное в подтверждении, если уверится, несколько месяцев назад состоялся Чикагский форум. Известный американский геополитик Фридман очень четко сказал. Их цель не Россия, а Европа и Германия. Франция и Германия, да, находятся в крайне тяжелом положении. Есть индийская астрология, там есть такое понятие сади-сати, если кто знаком с астрологией. Это самый тяжелый период, который переживает эти страны. Надо сказать, что где-то похожий на этот период переживает Украина, которую, естественно, как страны самостоятельные, которой мы ее отдали, когда был поделен Советский Союз, мы, собственно, отдали Цветущую Республику. Сейчас там нет ничего. Очень большая часть Украины, но я думаю, что не вся она войдет в состав России. Но нам предстоит огромная работа. Поскольку я была на этих территориях, я видела, что там, знаете, есть города, которые вообще не подлежат восстановлению. В частности, Попасная, да. Там разрушена, рубежная на 80% разрушена. Все знают про Мариуполь, но никто не видел рубежная. Это примерно то же самое. Есть поселки, которые представляют себе мертвую зону. Но все это предстоит восстанавливать. И все это уже началось, и это будет продолжаться. То есть Россия восстановит вот эти территории. И, конечно, нам будет очень сложно все это восстановить. Но я скажу, что вот согласно карты России финансов хватит. Татьяна, кстати, о финансах. Что ждет рубль и мировые валюты? Мировые валюты? Ну, я скажу так. Вот сейчас у нас мы видим, что относительно доллара и евро рубль резко опустился. Осенью эта ситуация начнет меняться. То есть пойдет обратный эффект. Рубль начнет подниматься. Доллары и евро начнут опускаться. Это будет осенью этого года. Затем, когда наша страна 25-26 год победит, позиции доллара будут очень слабыми. Когда все страны начнут распадаться, то евро тоже, естественно, потеряет свои позиции. А вот что вы рассказывали о судьбе валют еще пять лет назад. Внимание! Старая система борется с новой. Но выхода не будет. Новая система обязательно победит. Потому что по-другому просто вот согласно теории вот этих циклов быть просто не может. Поэтому мы все увидим. И это будет достаточно скоро. Три, максимум четыре года. Как доллар начнет терять свои позиции повсеместно. И превратит, ну, он не будет представлять такой ценности. Я не говорю, что он там и ноги упадет, как многие говорят. Но, во всяком случае, он потеряет свои лидирующие позиции. Это однозначно. И упадет достаточно сильно. До этого, ну, три, я бы максимум четыре года. Что касается нашей страны. Развитие в нашей стране начнется вот как раз-таки с точки отсчета эпохи Водолея 21-23 годы. До этого на нашей стране вот ближайшие 3-4 года придется пережить очень непростое время. Это период перестройки. То есть вполне возможно в мире у нас в самое ближайшее время. Это середина, конец 19-20-й годы большой финансовый кризис. И как бы только после этого кризиса будут приняты какие-то решения, благодаря которым наша страна начнет развиваться разумно. Я бы так сказала, а не так, как она развивается, допустим, даже сейчас. Именно сейчас начинается рождение новой валюты. И именно сейчас очень многие страны начали отказываться от доллара. Сейчас становится понятно. И этот процесс необратим, он будет продолжаться. И как бы, ну, дело в том, что такое процессы в мировой экономике. Там есть сила инерции. Да, то есть это будет, чтобы окончательное падение доллара произошло, окончательное будет. Понимаете, еще потребуется 3-4 года. Татьяна, а что у простых людей с деньгами-то будет? А что будет? Татьяна же сказала, что рубль самая крепкая валюта. Да, дело в том, что, понимаете, как здесь все зависит от индивидуального гороскопа. Понимаете, ну, если говорить на будущее, я бы советовала всем хранить деньги в той валюте, в которой они их тратят. То есть в рублях. Это я обращаюсь к нашим гражданам. Александр, а что верится, говорила, по поводу мировых валют? Она говорила, что Америка лопнет, как мыльный пузырь. Она говорила о падении доллара. И сейчас мы видим, да, ФРС поднимает налоговые ставки, чтобы остановить инфляцию в Америке. Я говорила, что Россия будет мировой державой, а рубль будет самой надежной валютой. Она очень уважала президента Путина. Хочу вот только что сказать. Очень важное предсказание. Это программа депопуляции. Она говорила о том, что мировое правительство хочет снизить количество людей на планете. За 2-3 года до появления коронавируса, она, между прочим, записывала интервью еще за 10 лет до этого, она говорила о том, что будет создан вирус в лаборатории. Я в это время наткнулся на индийское исследование. Они доказали, что коронавирус создали в лаборатории. Было туда внедрено 4 последовательные секвенции хиевируса. Она предупреждала об этом. Это программа депопуляции. Богатые люди хотят сократить количество людей на планете. Это то, о чем предупреждала вериться. Вы сейчас говорите про вот эту войну богатых и бедных. Есть же теория про золотой миллиард. Татьяна, что вы можете сказать по этому поводу? Дело в том, что я могу сказать, что это действительно существует. То есть это не конспирология никакая. Эти программы есть, на мой взгляд. И они начались не сегодня. Они начались еще очень давно, со времен окончания Второй мировой войны. Эти программы велись в Японии еще во времена Второй мировой войны. Был отряд 731, который делал вот эти вот вирусы. Потом эти программы забрали Соединенные Штаты. То есть они приютили преступников военных японских и забрали у них все результаты. И после этого это оружие применялось во Вьетнамской войне. Это оружие применялось неоднократно, бактериологическое оружие. И сейчас оно действительно, это действительно так, что коронавирус это изобретение американское абсолютно так. Потому что у меня есть интервью американского военного, который сидел в тюрьме за свои вот разоблачения американской армии. Это Скотт Риттер. Скотт Риттер. Он сказал, что коронавирус сделан в американской лаборатории. В 2015 году очень многие получили за это премию. Вот, да. В 2014-2015 годы. Вот этот вирус, он был уже полностью как бы сделан в таком виде, в котором он потом пошел в мир. А чего они ждали столько времени, если уже в 2014-2015 он был изобретен? Ну, вы понимаете, принимать такие решения, вероятно, очень сложно. Я не знаю, намеренно ли они распространили этот вирус. Или он случайно ушел из лаборатории. Я не могу сказать об этом. Но то, что этот вирус имеет искусственное происхождение, это однозначно так. Что сейчас ведутся работы по изготовлению вирусов более смертоносных, это тоже так. О том, что, понимаете, никакая не конспирология, что очень многие благотворительные организации были буквально пойманы за руку в Африке. Когда, в общем-то, они под видом вакцин стилизовали африканских женщин. Но остановить процесс рождаемости не удавалось еще никому, и никому этого сделать не удастся. То есть то, что говорило верится, уменьшение населения, контроль населения. Контроль населения, это возможно только вот в Европе. Другие страны, взять азиатские страны, взять арабские страны, мусульманские страны. Там, понимаете, есть культ семьи, культ детей. Остановить рождаемость не удастся. Вот в том виде, в котором они планируют это сделать, это просто не удастся. И поэтому сказать, что население Земли уменьшится, да, оно может уменьшиться, но не из-за этого. Оно может уменьшиться, прежде всего, естественно, уменьшится население Европы. Потому что внедрение семьи без детей, знаете, есть такая программа. Все это было сделано, естественно, специально. Уменьшится популяция, безусловно, людей только в Европе. Вот. И, к сожалению, частично эти процессы затронули Россию. Потому что, ну, внедрение вот такого образа жизни, как «Я живу для себя, зачем мне дети?» Это внедрялось в нашу страну с 90-х годов. Вы сами знаете, что это было. Вот. И сейчас идет очень большая работа. Правительство с этим очень серьезно работает для того, чтобы детей в семьях было больше. Это и программы, это организация новых детских садиков и так далее. Поэтому я думаю, что эту тенденцию в нашей стране так или иначе предотвратить удастся. Я, Америка и Европа, они, конечно, в этом плане, они победят рождаемость, скорее всего. То есть у них будет все меньше и меньше рождаться людей. Татьяна, я хочу вас спросить про добрые дела. Я знаю, что вы предсказывали одному из богатейших людей мира, что он жив только потому, что тратит деньги на благотворительность. Я анализировала гороскопы очень многих богатейших людей, не только нашей страны, но и мира. И я для себя вывела очень интересную тенденцию. Богатство, оно давит. Оно очень большое богатство давит на... Оно давит. Эти люди либо больны, либо у них очень большие проблемы в семье, либо они несчастны. То есть есть определенное пресыщение, то есть им их перестало интересовать жизнь, да? И как бы здесь очень по-разному развивается ситуация, но эти люди, как правило, не получают удовольствие от жизни. Они несчастны. Потому что деньги приносят счастье, когда они работают, когда они помогают другим людям. Не зря в России была такая тенденция, что, допустим, меценанство, да? Богатые купцы открывали дома для бедных и так далее. И этим они сохраняли свое благополучие. Потому что, когда ты отдаешь деньги, деньги – это живая энергия. Это очень мощный фактор. Это живая энергия, которая должна функционировать. Если ты как Клюшкин. Взять пример Клюшкина. Он счастливый человек? Нет. Чем больше у тебя денег, которые где-то аккумулированы и которые не помогают другим людям, никак не работают. То есть эти деньги, как энергия труда очень многих людей, начинают давить на тебя. Понимаете? Когда вы сейчас говорите «давит», я вспоминаю историю, которая произошла летом, когда несколько миллиардеров сели в батискаф, назвали его «Титан», отправились к обломкам «Титаника» и их в буквальном смысле раздавило. Вы абсолютно правы. Дело в том, что в этой истории есть две таких составляющих. Я бы не назвала это даже мистика. Вы знаете, в древности не называли корабли, именами кораблей, которые утонули. Да. Это была такая общая тенденция. Но эти люди, они назвали свой корабль, то есть свой батискаф «Титан». Понимаете, что соответствует «Титанику» абсолютно. Это, понимаете, есть такая тенденция, что если ты назвался так, то синхронизируешься с этим утонувшим кораблем, ты должен утонуть. Рано или поздно. Только как судно назвали, так оно и поплывет. Да, да, вот. Подобное притягивает подобное. Вот и все. Второй момент. Это, конечно, что там сосредоточено было большое количество очень богатых людей, которых реально раздавило. Я не знаю этих людей, я не знаю гороскопов. Но вполне возможно, ничего не бывает случайного, что эта смерть так или иначе была связана, может быть, с каким-то неправильным распределением их денег. Я скажу, что все люди, которые наживают деньги на крови других людей, они очень плохо кончают. Есть, это не тема этой передачи, но у меня целое исследование на эту тему. Ну, примеры я могу сказать, чтобы было понятно. Очень немногие бандиты, которые грабят других, убивают других, доживают спокойно до старости. Их тоже убивают. Татьяна, ну давайте от экономики перейдем к вопросам климата и катаклизмам. Вот что вы предсказывали пять лет назад. Конец цикла всегда сопровождался катаклизмами. И это подтверждают историки, и археологи. Сейчас мы видим, и это смена климата, это обязательно. И смена климата будет сопровождаться еще, конечно же, очень землетрясениями, наводнениями, какими-то очень мощными, такими трагическими, перед подвижками земной коры. То есть вот мы видим, что каждый год количество катаклизмов природных, оно увеличивается. Мы это видим, наблюдаем. К сожалению, так будет. Так еще будет. Ну, может быть, в течение, может быть, семи лет. То есть, так будет, слава богу, что вот эти события нашу страну, вот такие тотальные, глобальные, воюют стороной. Татьяна, ну, действительно, сбылось. Каждым годом, летом, пожары, наводнения, извержения вулканов. Что дальше нам ждать? Ну, вы знаете, я прежде всего обратила внимание на воду, на водную стихию. Дело в том, что Нептун уже очень давно находится в знаке рыб, где он очень силен. Понимаете, и строительство домов на том же месте, где были наводнения прежние, совершенно бессмысленно. Потому что каждый год, каждый год наводнения будут повторяться с еще большей силой. Кстати, 24-й год и начало 25-го в этом плане, конечно, будут очень такие... А где, где нужно быть готовым? Я бы обратила внимание на страны, которые островные страны, прибрежные страны. Неужели нельзя ничего изменить? Ну, а как можно что-то изменить? Слушайте, идет совершенно другая эпоха, другая эра. Процессы, которые идут, это процессы, связанные с Землей, они неизменимы. Но вы же предупреждаете об этом. Почему вас не могут услышать, сделать что-нибудь, собрать консилиум, в конце концов? Ну, а кто будет слушать астролога? Татьяна, в России будет безопасно? В России, да. Но вот эти территории, которые находятся вот в руслах рек и так далее, я еще раз повторяю, эти территории не надо возобновлять. Нужно людей оттуда вывозить и строить в других местах на возвышенностях. Но наша страна в этом плане занимает уникальное положение. Здесь будет минимальная опасность землетрясений, минимальная опасность каких-то тяжелейших, допустим, наводнений, как вот полностью уход под воду и так далее. Понимаете, мы видели в той же Венеции, как Венеция утопила, по-моему, год три назад, со страшной силой. Сейчас небольшая пауза, а сразу после, в прямом эфире, предсказания сербской ванги Береце Абренович, начиная с сегодняшнего дня и до 30-го года. Какие страны исчезнут с лица земли? И кто будет править миром? Это телеканал «Россия», прямой эфир. Сегодня в студии секретный архив с предсказаниями сербской ванги Береце Абренович, а также прогнозы известного российского астролога Татьяны Борщ. Что нас ждет? Техногенные катастрофы возможны? У нас же много атомных электростанций, например. У нас нет. У нас это невозможно, потому что у нас находится под жестким контролем правительство. Но если техногенная катастрофа, мне очень не нравится. Крайне негативная ситуация на Запорожской АЭС, это очень-очень вероятно. Дело в том, что, понимаете как, это не будет катастрофой, которая затронет очень большое количество населения, на мой взгляд. Но какой-то снаряд может попасть туда. И это, конечно, может быть очень-очень нехорошо. И поэтому я знаю, что сейчас идет усиление, мер безопасности на это. Дай Бог, чтобы это все обошлось. Потому что предупрежден ты, как бы вооружен. Но раз уж мы заговорили о будущем, и тем более вы говорите про катастрофы, которые произойдут в будущем, я хочу вам показать видео из того самого секретного архива, где сербская Ванга предсказывала будущее вплоть до 30-го года. Внимание! Какие события произойдут в мире между 2016 и 2030 годом? Иран войдет в страны БРИКС, в котором состоят Россия, Китай и Индия. А что будет с Израилем? Иран нападет на Израиль или Израиль нападет на Иран? Иран нападет на Израиль, защищая палестинцев. И чем закончатся столкновения? Кто победит? Победителей не будет. Россия и группа БРИКС заменят Америку на мировой арене? Да, заменят. Будут теракты в Великобритании, Франции. Я вижу также и транспортные катастрофы. Великобритания распадется на Англию и Шотландию. Испания разделится. Италия тоже разделится на южную и северную часть. Во Франции будет много протестов, уличных столкновений, пожаров и терактов. Швеция будет под водой. Наводнения вижу в скандинавских странах. Они уйдут под воду из-за таяния летников. Наверное, это касается и Голландии? Да, Голландия тоже. Это касается Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. Они будут страдать от наводнений? Да, они окажутся под водой. Можно сказать, что они прекратят свое существование. А что будет с Эстонией, Латвией и Литвой? Они также присоединятся к России. Добровольно ли? Добровольно. Как только Россия будет расширять свои границы в Европу, они согласятся присоединиться и жить вместе. А что вы скажете о судьбе Индии? У них будет союз с Китаем? Да, с Китаем и Россией. Центром мира станут Китай, Россия и Индия. Именно они будут принимать важные решения для всего мира. И наши должны укреплять отношения с Китаем, и с Россией, и с Индией. И столкновения продолжаются в Азиатском регионе. Но Америка вывезет войска НАТО из Южной Кореи, что снизит эскалацию ситуации. Также я вижу столкновения в воздухе двух ракет – Америки и Северной Кореи. И Китай, и Россия должны быть готовы к конфликту этих двух стран. В Италии проснется вулкан Этна. Я вижу извержение лавы и камнепад. Впоследствии извержения будут такой силы, что снова начнется землетрясение в Италии. И люди будут в панике бежать из села, где они живут под вулканом Этной. Получается, дословно, верится, предсказало создание БРИКС – Россия, Индия, Китай. Россия, Индия, Китай – это мощнейшая организация. Это будет мощнейшая организация. Если говорить о экономическом росте, мы будем замыкать тройку этих стран по развитию. Но потом пройдет время, когда закончится специальная военная операция, закончатся наши победы, мы должны будем восстановить то, что сейчас в таком состоянии находится, восстановить Украину. Но потом наши страны начнут развиваться очень быстро, очень интенсивно. По истечении времени Россия догонит эти страны экономические и потом встанет во главе. Потому что у нас есть гораздо больше возможностей, чем у Китая и Индии. Этот процесс, я говорю, абсолютно необратим. И то, что я говорила, замечательная ясновидящая сербская... Как раз я обратил внимание, когда было видео, и сербская Ванга говорила о страшных каких-то происшествиях в Европе, я себе записал, «Швеция будет под водой». Вы кивали, вы соглашались, вы подтверждали эти слова. Нет, дело в том, что я говорила о прибрежных странах. Понимаете, это будет так, потому что процесс поднятия Мирового океана, он делается необратимым. Люди не в состоянии с этим сделать ничего. Понимаете, это огромный процесс, где ни одна страна не в состоянии остановить этот процесс. Даже если люди вместе соберутся, это невозможно. Понимаете, но люди привыкли жить одним днем. Они думают, если сегодня хорошо, то завтра будет тоже хорошо. Это не так. То есть этим людям нужно готовиться. Может быть, уже сейчас. Каким-то мерам, да. Мы же хотим все верить в лучшее. А вы сейчас рисуете такую картину безысходности. Что делать-то? В мире очень много пространств, где можно прекрасно жить. Можно, понимаете. Вы говорите, в околоприбрежных лучше не жить. Да. Александр, какие еще предсказания делала верится? Вы говорили об Израиле. Она говорила, что в будущем, в этом огромном конфликте, будет легче тем, кто будет сражаться на земле, а не на небе. Я предупреждала, что самая большая катастрофа это биологическая война. Она видела биологические лаборатории на Украине и до того, как все началось. Значит, это было за 10 лет до текущего момента. Вы всю программу говорите о биологической войне, о которой говорила верится. В ваших прогнозах есть биологическая война? Ну, она уже идет. Она уже началась. Я думаю, что Соединенные Штаты с их безумным правительством, они будут продолжать этим заниматься. Поймите, есть элита, которая хочет сохранить себя любой ценой. Для них мы с вами, народ в целом, всего мира, ничего не значит. Я не очень уверена, что это оружие будет распространено по всему миру, но в каких-то участках оно будет применяться. Татьяна, а что с эпидемиями? Вот что-то подобное коронавирусу мы увидим? Или может быть страшнее? Уверена и знаю, что эти исследования продолжаются. И куда-то они могут выйти и вылиться. Я знаю, что они продолжаются. Не так давно Тамара Глоба была в нашей студии, и она повергла нас в шок тем, что сказала, скоро будет новая раса, и более того, она уже среди нас. Да. А есть ли у вас какой-то прогноз, о чем мы вас не спрашивали, но вы должны это сказать человечеству? Может, происходит уже что-то такое, о чем мы даже не догадываемся? Ну, вы знаете, согласна. Дело в том, что это формирование новых людей началось с 2000 года. С момента, это был очень мощный парад планеты, знаки Тельца. Началось формирование нового поколения, которое в большей степени интуитивно, которое обладает другими способностями. Иногда смотришь на некоторых детей, и ты просто удивляешься, насколько они умны, насколько они талантливы. Уже сейчас есть дети, которые обладают экстраординарными способностями, и нам до них очень и очень далеко. И этот процесс будет продолжаться, потому что в новом мире, который формируется сейчас на наших глазах, будет востребован новый человек. Он будет более светлым, более интуитивным, более доброжелательным. И в новом мире будет формироваться, благодаря новым людям, будет формироваться совершенно другая система ценностей. То есть, если сейчас, и мы с этим сталкиваемся каждый день, человека меряют по количеству денег в его кармане, то в мире будущего этого не будет. То есть, каждый человек будет представлять из себя ценность, то, что он из себя представляет. То есть, будут востребованы творцы, люди, которые могут что-то сделать. Они станут во главе угла всей планеты. И это будет совершенно другой мир. Но это случится постепенно. До этого еще произойдет ряд очень многих изменений. Но новая раса действительно формируется именно сейчас. Ее называют шестая раса. Хочется слушать вас и слушать. Задавать вопросы и задавать. Потому что столько всего мы сегодня узнали. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Субтитры создавал DimaTorzok